Совсем скоро глава нашей страны проведет встречу с предпринимателями. Сам президент лично контролирует процесс подготовки к этой встрече. В ее рамках проведения открытого диалога с предпринимателями и инвесторами, Министерством инвестиций и внешней торговли, совместно с торгово-промышленной палатой и другими заинтересованными ведомствами создан штаб по приему и анализу обращений предпринимателей. До настоящего дня поступило свыше 13,5 тысяч мнений и предложений. Члены штаба ежедневно изучают и обсуждают их. Следует отметить, что на платформе штаба по приему обращений идеи предложения граждан и предпринимателей, касающихся расширения и развития бизнеса, осуществляют деятельность несколько колл-центров. Обращения предпринимаются в режиме 24 на 7. По более чем 12 тысячам личным обращениям предпринимателей, полученными до 10 августа, принято решение, и половина из них решена положительно. Адалбек Саидов обратился в колл-центр по вопросу, не решавшемуся вот уже несколько лет. Однако теперь все в порядке. Мы связались с предпринимателем по телефону и узнали у него все подробности. Обращаюсь в течение года. Занимаюсь предпринимательством 30-35 лет. Нынешние банкиры хуже предыдущих. Выдают кредиты кому захотят, ведут себя так, как будто это их собственные банки. Вот я еле-еле добился получения кредита. Спасибо президенту. За один день они приняли мои документы и выдали мне 200 миллионов. Если быть точным, то по состоянию на 10 августа в штаб поступило 13 684 обращений. 5 780 из них связаны с финансированием, кредитованием и субсидированием. 2655 с выделением пустующих зданий и сооружений. И 426 с защитой частной собственности. Кроме того, приняты идеи и предложения по улучшению предпринимательской среды в стране. По разрезе областей по числу обращений лидирует столица. Далее идет Сурхандаринская и Ташкентская область. На заседании, проведенном руководителем страны 9 августа, обсуждались вопросы, поступающие в штаб, даны поручения по решению проблем предпринимателей. В частности, объем кредитов, выданных за 7 месяцев текущего года, увеличился на 35% по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год и составил 92 триллиона сумм. Несмотря на это, высокие процентные ставки и краткосрочность коммерческих кредитов ставят в тупик предпринимателей. 12% обращений касается как раз этой сферы. На втором месте обращения, связанные с выделением земель и зданий. Для расширения возможностей предпринимателей на месте выслана рабочая группа, на которую возложена задача по формированию реестра земельных площадей и зданий, выставляемых на аукционные торги с 1 сентября этого года. Поступило около 1000 обращений, связанных с правовой защитой личной собственности. Получением лицензий и расширений свидетельствуют о наличии системных проблем в этой сфере. Из обращений стало известно о наличии множества проблем с инфраструктурой. Вместе с тем руководитель страны взял под контроль каждое обращение и дал указания ответственным лицам по поиску их полного решения. Следует отметить, что каждый предприниматель с нетерпением ждет открытого диалога руководителя страны с ними. В ходе диалога будут рассмотрены вопросы, которые мучают предпринимателей и появятся возможности для их решения. Кроме того, представители бизнеса могут внести свои мнения и предложения по улучшению бизнес-среды в республике.